Привет, всем! Мы Паола. Привет! Меня зовут Эрнан. Лена, Луа и Лиан – наши дети. Мы родители из Аргентинска. И мы путешествуем в этот мотор-хом. Семья Лос-Лопес путешествует в доме на колесах уже 7 лет. За это время они побывали больше, чем в 20 странах. И теперь они добрались до Уфы. По словам аргентинцев, время – самое большое сокровище, которое у них есть. Его они предпочитают тратить с наслаждением. А путешествие – лучший способ. Мы любим путешествовать, и я думаю, что мы можем показать нашу слово для детей. Семья открывает для себя мир в фургоне, которому уже 35 лет. И, по словам Эрнана, проблем с ним не возникает. Тут у них есть и небольшая кухня, стол, спальное место и радио. В городах они останавливаются, в небольших отелях. Ходят в рестораны, правда, как рассказывает Эрнан, не в дорогие. И не каждый день, а на жизнь зарабатывают продажи сувениров. О, мы делаем разные вещи в 7 лет. Сейчас, в несколько странах, мы продаем нашу мерчандизацию. Семья рассказывает, что часто их угощают местные. Особенно гостеприимными оказались люди в России, делятся супруги. По их словам, в других странах к туристам относятся спокойно. Но в России едва ли не каждый встречный хочет подарить им сувенир. Угостить местной едой или просто поболтать. Все это относится и к Башкирии. Путешествовать по всему миру на фургоне, пересекая океан, они смогли благодаря своему упорству. Но во многом обязаны и своему аргентинскому паспорту, признаются супруги. Для них открыты все дороги, но, несмотря на это, с проблемами они тоже сталкиваются. Один из тяжелых моментов в их путешествии случился в Ираке, когда их сын сильно заболел. Им пришлось провести 5 дней в больнице. Но были и другие случаи. И в ночи начали приходить в танки, как в войну, как в войну. Один, два, три, и все вокруг нашей машины. И мы говорим, что произошло? Мы думаем, что они нас нападают, потому что мы можем понимать. И тогда мы видим один солдармен, который поставил свою панель и говорит, что это не для нас, а для другого автомобиля. И мы говорим, что, о, мой бог, что происходит сейчас? Мы очень боимся в этом моменте. Оказалось, что полиция не хочет нападать на семью Лос-Лопес, а, наоборот, защищает их, сопровождая машину. Помимо этих случаев было еще немало трудностей. Но обо всех историях семья вспоминает с улыбкой, ведь положительных моментов всегда больше. И путешествовать другим, более комфортным способом они не хотят. И причин на то несколько. Потому что это более дорого. Потому что если вы любите... Это не только о том, что деньги. Потому что это касается экспертности. Если вы идите на один корабль, вы летите из Буэнос-Айреса к Москве. И тогда вы идите в отель, в городе, в городе, в городе, в городе. И, как я уже говорил, вы постоянно живете с городами, которые в других странах. Но вы не знаете, что это реально Россия. Вы просто живете в большей стране. И тогда вы не имеете ввиду, чтобы идти в другие маленькие города и увидеть другие вещи. Путь семьи Лос-Лопес продолжается. Уже через пару дней они отправятся покорять новые города и страны. А следить за их перемещениями вы можете в их соцсетях. Спасибо, Россия!